Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style, и у нас есть вопрос, на который я сейчас отвечу. В основном о том, как профессионально одеваться, но при этом носить обычную одежду. Итак, вопрос. Я редко ношу галстук. Это не характерно для моей работы. Высокотехнологичное предприятие по разработке системного программного обеспечения, даже на уровне начальства, но изредка мы их надеваем. Мне действительно интересно узнать, как хорошо одеваться как в повседневной жизни, так и для особых случаев. Как просто быть на шаг выше в повседневной бизнес-действительности. По-моему, я читал или слышал, что ты из Остина, штат Техас. И ты знаком с тем, что там не существует повседневного стиля, где все еще людей судят по тому, как они выглядят. И это более чем обычно. На протяжении многих лет я ошибался в выборе одежды, как и остальные плохо одетые толпы. Ты вдохновил меня измениться полностью. Хорошо, спасибо тебе большое. И я многому научился по материалам с вашего сайта, письмам и видео. Спасибо. Хорошо, спасибо тебе. Я очень ценю это, мужчины. Когда вы присылаете мне подобные письма, я имею в виду, что мы действительно вкладываем много труда в нашу работу. И это много значит для меня. Хорошо, позвольте ответить мне на вопрос. Итак, как профессионально одеваться, но при этом носить обычную одежду? Ну, посмотри на меня. Я надел пиджак, на мне рубашка, никакого галстука. Я должен признать, что на самом деле я не очень люблю галстуки. Несмотря на то, что я портной по профессии, и когда мне не нужно носить его, я не ношу. Я думаю, что если вы хотите улучшить свой деловой или повседневный стиль, вам нужно вернуться к трем столпам мужского стиля. И в случае, если вы не слышали, как я говорил об этом раньше, повторю, размер, ткань и стиль. И по каждому из них мог бы написать. И я, вероятно, писал целую статью. Так что давайте поговорим о размере. Итак, идите и немедленно посмотрите на свою одежду. И если вы носите что-нибудь, что вам не подходит, возьмите и отложите в сторону. И спросите себя, можно ли подогнать эту вещь, чтобы она сидела на мне лучше. И если это не так, вам нужно избавиться от нее. Вам нужно купить одежду, которая подходит по размеру. Мне часто встречаются мужчины, которым понравилась вещь, но они говорят, я собираюсь похудеть на 10 килограмм за следующие 3 месяца и надену это. Хорошо. Пока вы теряете эти 10 килограмм, если когда-нибудь потеряете, вам нужно что-то носить сегодня, ведь вы не можете ходить голыми в течение 3 месяцев. Ну, я думаю, вы могли бы, но вас арестуют, если вы не живете в нудистском поселении. Но что я хочу донести до вас? Выбирайте одежду по фигуре на данный момент. И если вы большой, если вы худой, есть верный способ подобрать одежду для вас. И я говорил об этом в другом видео. Просто убедитесь, что ваша одежда хорошо сидит. Отнесите ее портному. Это одна из наименее затратных вещей, которые вы можете сделать, чтобы по-настоящему улучшить свой стиль. Следующий пункт – ткань. Хорошо, когда я говорю про ткани, я не имею в виду, как найти какой-то специальный материал, который решит все ваши проблемы. Я имею в виду обратить внимание на ткань. Следите за качеством. Есть разница между рубашкой Пола и футболкой Олд Неви. Рубашка Пола, которая пришла из роскошного магазина, которая сделана из ткани, как супер Пэма, или египетский хлопок, которая даже ощущается красивой, фактически сделана, чтобы хорошо сидеть на фигуре. Не делает тело квадратным. Ну, если у вас квадратный тип тела, то это та одежда, которая вам нужна. Обратите внимание на различные типы тканей. Некоторые ткани более гладкие и твердые. Они просты, более формальны. Вот что вам нужно, если хотите стать лучше. Избегайте одежды, которая выглядит, будто сделана для подростков. Похоже, что их делают даже не для старших классов, на мой взгляд. Найдите и начните носить ткани, которые лучше смотрятся на вас. И черная ткань не то же самое. Я имею в виду, что есть хлопок, есть тропическая шерсть, есть кабардин. Идите и узнайте о разных тканях. А затем найдите что-нибудь, возможно, заплатите немного больше. Но каждый раз, когда вы будете надевать эти серые фланелевые брюки, они выглядят великолепно. Потому что в большинстве случаев, если вы в непринужденной обстановке, другие носят джинсы. Хорошо, можно не надевать брюки. Можно пойти в рот с джинс. Это будет стоить дороже. Но они выглядят намного красивее, чем застиранные или изношенные джинсы. Если вы хотите на самом деле их носить, и все остальные ходят в Хаки, Левайс или Докерс, как насчет взглянуть на серые фланелевые брюки? Они отличаются от обычных брюк тем, что имеют определенную структуру. Итак, обращайте внимание на ткань. Последнее, стиль. Итак, посмотрите на стиль ваших вещей. Возможно, вы обнаружите, что вы носите одинаковые рубашки снова и снова. Где у вас здесь кармашек на ней, стойка воротника. Я имею в виду, что в ней нет ничего захватывающего. Пожалуй, присмотрите рубашку от дизайнера высокого класса. Можете купить, дайте подумать, что-то от Зегна. Или от Бриони. Или от одного из итальянцев. Их вещи всегда хорошо смотрятся, когда дело доходит до хорошего качества и своего рода ультрасовременного стиля. Вам не нужно носить, что на данный момент модно, что вы не можете себе позволить в следующем году. Так, надев что-то классическое и добавив небольшие детали в наряд, выделят его стиль. Пусть это будет немного раздвинутый воротник. Или воротник внутри контрастного цвета. Может быть, уникальные запонки. Есть немного более тяжелые пуговицы из австралийского перламута. Они немного толще. Маленькие вещи, подобные этому, помогут вам выделиться. Итак, как вам все-таки одеваться повседневно, но перейти на уровень выше? Это несложно. Обращайте внимание на мелкие детали, потому что вы добавляете мелкие детали, которые имеют большое значение. Я забыл упомянуть про обувь, но обратите внимание на обувь. Я писал про обувь, есть книги про обувь. Мужчины должны инвестировать в обувь хорошего качества. Я имею в виду взглянуть на некоторые итальянские макосины, лоферы. Что-то вроде этого действительно поможет вам. Это будет выглядеть намного лучше. Я имею в виду, что вы знаете, как смотрится конверс и тому подобное. Все в порядке, если вам около 20. Но если вы мужчина в начале 30, 40, 50, пара итальянских макосин на самом деле выделит вас. Можете верить или нет, но это едва не самое важное. Ведь вы стоите на них. Это ваш фундамент. Поэтому обратите внимание на свою обувь. Может быть, я должен сказать, что это четвертый совет, раз я говорил об этом некоторое время. В любом случае, надеюсь, что это поможет вам расположить себя в повседневной обстановке. Теперь, если вам понравилось это видео, вы должны подписаться на наш канал. Мы постоянно добавляем все больше новых видео на RealManRealStyle. Вы можете присоединиться к моей интернет-рассылке по электронной почте. Ведь там я размещаю эксклюзивный материал, который даже не выкладываю здесь на канале RealManRealStyle или на других моих сайтах. Только в моей интернет-рассылке вы получите много советов, тактик и прочее, о чем мы нигде не рассказывали. Поэтому обязательно присоединяйтесь к этой рассылке. Она достаточно эксклюзивна. И становись участником. Ой, извиняюсь, подписывайся на наш канал. Спасибо. Пока.